И снова привет всем моим зрителям! Сегодня будет ролик по игре Эвилнан или Злая Монахиня, или Монашка-Какашка, как и вы помните, я её люблю называть. Да, когда после того, как посмотрел мультфильм на канале Брик Фэнтези. Короче, прежде чем начать видос, я бы кое-что хотел сказать. Есть тут одна новость, ну, даже две. Первая, это хорошая, для всех она хорошая, потому что наконец-то наступили каникулы, ура! Не надо больше ходить в школу. Ох, я всё ждал, ждал, когда они наконец наступят, и они наступили. Ну ладно, а дальше новость, она, собственно, не полностью плохая. Отчасти хорошая, а отчасти не очень. Хорошая она от того, что я собираюсь подключиться к партнёрской медиа-сети Air. Потому что с монетизацией напрямую на Ютубе мне всё молчат и молчат. Так что я решил получать деньги от другой партнёрки. Плохая новость в том, что мне придётся опять удалить хайповый видос ради этого. Потому что сволочи опять нашли там контент, защищённый авторским правом. И я его никак не могу вырезать. Вот через удалить композицию у меня это не получается, потому что эта функция там недоступна. От того, что музыку нашли вручную. Вот больше всего меня это бесит, когда находят вручную. Хакеры, блин. Ладно. Я отправил тут встречное заявление. Потому что я вырезал фрагменты с этой музыкой. И жалобы там есть до сих пор. Я не знаю, кто там сидит на Ютубе. Если мне лень пальцем пошевырять. В видео. Ну, короче, я дожидаюсь, пока Герант выложит итоги конкурса в видеотанк. Потому что я на конкурс это делал. И после того, как он в итоге выложит, а мне с этим, как он, не ответит на мою повторную, эту встречную заявку. Или же наоборот, ответит и отклонит. То значит я удаляю этот ролик к чертям собачьим, регистрируюсь в Эйр. А потом делаю перезалив ролика. Почему? Ну, потому что, если я подключусь к Эйр. То эту музыку я смогу использовать в видео. Эта музыка, которую там нашли, она с сайта Epidemic Sound. А партнеры Эйр могут использовать музыку от Epidemic Sound бесплатно. То есть я ее использовать смогу потом. Мне надо только подождать немножко. Хотя, блин, ждать-то некогда. Сейчас след пройдет и все. Боюсь, конечно, там, хотя по правилам на конкурс в видеотанк нельзя удалять видео-то до конца. У меня там столько просмотров уже. И Герант даже комментарий написал. Плохо, конечно. Ну ладно, погнали. Но сейчас я вам его все-таки покажу. Я в него уже играл, я знаю, что тут надо делать. Здесь дело в том, что, во-первых, добавили маску, наконец-то, и ею можно пользоваться. А во-вторых, теперь можно спасти детей монашки, и это будет новая концовка. Так, ну все, погнали. Во-первых, прежде всего, у нас маска теперь хранится в выдвижном ящике, потому что я ей уже пользовался. Теперь спускаемся в бункер. Блин, неудобно мне. О! Так, спускаемся в бункер. И кладем маску вот сюда. Сейчас я вам рисунок прочитаю, что тут написано. Маски, которые есть у нас, делают нас красивее. Сначала это немного неудобно, и с ними трудно есть. Но так мы все одинаковы. Никто не оскорбляет меня или не говорит мне, что я уродлив. Так, убавлю-ка звук, что я уродлив. Я думаю, что мы все выглядим с этими масками как один ребенок. Только из-за этого она нас больше не бьет. Если когда-нибудь я смогу снять ее с себя, я не знаю, каковы будут последствия. Такая вот штука. Так, надеваем маску. И вот в эту вот дырку лезем. Вот. Сейчас мы попадем через эту дыру впрачную. Так. Вот мы, собственно, и впрачный. Вон, как вы видите, тут дети работают. Монашкины. Ну, не монашкины, конечно, а пленники ее. Так. А если залезть вот в это место... А, нет, не в этом. Не-не-не-не-не, сейчас. Во. Во-во-во. То мы видим тут мальчика-ремесленника. Этот ребенок создал для вас все оружие. Возможно, он поможет тебе спасти всех детей. Так. Тут на шум, по-моему, монашка приперлась. Да, вон она. Так. Ну, а теперь дверь там запаролена кодом. Сейчас я вам покажу, как его сделать. Так. Вот тут у нас какая-то странная девочка. Подозревают, кстати, люди, что это дочь монахини. Но я не знаю, правда это или ложь. Короче, вот ее надо постоянно подгонять. Сейчас я ее до спальни доведу. И она сядет на кровать. И тогда покажут код. Давай, заходи. Код 2757. Идем его вводить. Так. Два. Семь. Да какой четыре? Семь, а не четыре. Ё-моё. Да ты задолбал. Не четыре, а семь. О-о-о. О-о-о. Во, наконец-то. Так. Стоять. Не туда. А, ну надо, да-да-да-да, туда. Так. Дальше берем ключи. Эти ключи необходимы, чтобы вот эту дверь открыть. Наконец-то. Так. Дальше у нас, собственно, нужно двумя способами разделаться с прачкой. Можно либо перерезать сигнализацию, тогда она не проснется. Можно ее грохнуть огнем. Давайте попробуем отыскать код от шкафчика, в котором ножницы. Чтобы перерезать провод, нужны ножницы. О, а вот и код от шкафчика. Быстро я его нашел. Так, ну все, погнали. Сейчас мы ноженки заберем. Так. Вот они, ножницы. Так, несем их теперь туда, в гараж. Отлично, теперь звонок не работает. Надо теперь дождаться, пока вот эта вот прачка уснет. А пока что сходим еще за ломом. Да, тут будет нужен лом. Только сначала его поискать надо. А, стоять, она что, уехала? Ё-о-о-о. Блин. Ну ладно, сейчас я ее вызову тогда. А пока лом поищу. Так, надо еще электричество подать. Так, ну а теперь лом. Ага, лом, он здесь обычно лежит. Вот мы его и возьмем. Так. Так. Так, где у нас там кнопочка? Вот тут. Жмякаем кнопку. Стоять, что я наделал? Мне же лом нужен. Теперь идем к детям. Отдираем гвозди вот от этой доски. И тут у нас, как мы видим, топливные баки. Так, давайте-ка я их сразу унесу, куда нужно. Монашка приперлась. Блин, она сейчас закроет дверь. Так, а тут у нас он павильон. Но прежде чем продолжить, пишет, убедитесь, что фургон находится около школы, и монахиня-водитель не собирается ехать снова. Так. Блин, монашка уже вышла. Она дверь закрыла к детям. Надо опять вводить код. Вот сволочь. Ладно, потом повторим. Сейчас меня интересует карточка вызова. Чтоб прачку вызвать. Здесь ключ. Здесь пусто. Пусто. Блин, а где карточка-то? Мне нужна карточка. Пусто, блин. Тут пусто. Так, хотя, возможно, карточка тут. Да, вот она. Карточка с номером телефона. Сейчас мы вызовем эту прачку. Так, отлично. Сами идем к детям. Так, я не сказал, кстати, с помощью маски телепортироваться можно. Вы уже это видели у меня, собственно. Так, ну все, лезем к детям. Оп. Так. Код 2757. Надо его запомнить. Так, а где там эти-то лежали? Да, вот. Топливный бак второй. О, код уже введен. Это хорошо. О, все, уснула. Уснула, уснула, уснула. Идем теперь к тому чуваку, который там сидит. В этом павильоне. Да, кстати. Это тот самый мальчик с синими руками. Ты готов? Иди, иди сюда. Так, заходим к нему. И вот он, таинственный человек. Наконец-то ты здесь. Это был долгий путь. И ты прошел все испытания, которые я приготовил для тебя. Пришло время спасти всех детей с прачиной. Надеюсь, ты готов. Возьмите чертежи с моего стола и отдайте их ребенку, который знает, как их прочитать. Ребенок поймет, что необходимо сделать. О, я вижу, вы открыли силу маски. Поспешите спасти их всех. Так. Вон тут чертеж воздушного транспорта. Они, короче, сделают сейчас воздушный шар. И на нем улетят. Ой, монашка чешет. Надо осторожно. Сейчас, когда выходить, все начнут. Это будет жопа. Надо, чтобы монашка никого не спалила. Фух, вроде она ушла. Значит, если она грохнет хотя бы одного ребенка, я проиграю. Так, вот, бери чертеж. Ты отдал чертежи мальчику-ремесленнику. Так, все, сейчас он всех будет выпроваживать. Так, во-первых, нам надо еще найти ту дочнюю дочь монахини. О, она здесь в туалете. И ее тоже выманить. Ее придется постоянно подгонять. Иди давай со своими. Давай-давай, иди, 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 иди. Так. Такой вот у нас побег. Давайте все идите. Ержан дрыхнет. Он не проснется. Так. Так, а монашке туда пройти не даст вон тот водитель. Он потому что задвинет тут все фургоном. Он, ну, не водитель, а вот тот чувак, которым мы видели. Одноногий-то. Значит, получается, он всю жизнь здесь просидел. В том павильоне. Так, давай. Мол, иди сюда. Этот завод сейчас, вот, он отъедет. Вы идите туда. Давайте, идите, идите, идите. Сейчас они тут сделают воздушный шар. Только сейчас эта девчонка будет маму звать постоянно. Может, от этого считают, что она дочь монахини. Так, надо сейчас дождаться, пока тут дети все разложат. Или нет? А, нет. Ну, я и балбес. Вот сюда. Первый. Вот сюда второй. Топливные баки. Сейчас надо принести огня. Так, ты, чувак, помоги-ка мне с этим. А хотя, чё я? У меня аж маска есть. Я сейчас телепортнусь. Оп. Оп. Давай, спи, Ержан. Так, монашка, видимо, чё-то заподозрил, потому что это кричит. Мама, мама. Монашка чешет уже туда. Но её не пропустят. Так, идём за факелом. Нам нужен огонь. Так. Берём. Ну, это типа факел, конечно. Не зажёгся. О, зажёгся. Всё, несём его туда. Туда. А ты, монашка, отвали-ка отсюда. Я тебя сейчас сожгу. Да ты... Тварь. Оп, чёрт. Факел погас. Пока я тут с этой монашкой какашкой возился. Погас факел. И чё, сейчас мы порталами доберёмся. До этой комнатки. Опять берём факел. Да не сюда. Так, мы его подожгли. Теперь на монашку не отвлекаемся. А быстро его несём. Всё, сейчас я его подожгу. Всё. Воздух в шаре нагрелся. Сейчас все будут собираться. Ой. Чё-то я тут поджёг, блин. Давай, заходи внутрь шара. Так, сейчас дождёмся, пока все дети туда зайдут. Мама. Мама. Так, давайте, заходите, заходите. И я следом за вами. Так, ну вроде все зашли. И я тоже. Захожу. Так, всё. Вот и всё. Эти зашли. Дверь закрыли. И мы улетаем. Наконец-то. А монашка пролезла. Горящее. Такая, эээ, не поняла. Ах ты, улетаете, блин. Эх, всё. Так, заходит в комнату. С моим именем. Всё тут поджигает. Так, сидит. Качает свою кувалду. Не понял, зачем. Так, этот смотрит. Ага, и все мои вон. Эти имена исчезают. И он. И тут исчезла. И мы улетели от монашки. Да, и с доски вон всё стёрлось. Ну всё, вот я и прошёл игру. И разработчиков вон тут уже стали показывать. Ну ладно, на этом всё. И если я всё-таки удалю этот ролик, то я вам скажу об этом. Ну хорошо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok